для засолки сало понадобится конечно же само сало приправы соль и вода начну с приправ приправы можно использовать любые которые вам нравятся больше всего мне нравится по классическому рецепту по старинке как люди делали это перец лаврушка чеснок но иногда еще кориандра добавляю чуть-чуть совсем вы же можете добавлять любые приправы которые вам нравятся то есть что вы добавите какие приправы такой и будет вкус добавите такую приправу ну и будет у сала вкус данной приправы поэтому сами решайте тут нету никакого правила опять тоже сколько добавлять это тоже сами решайте какие пропорции любом случае потом данный рассол вылиться у нас будет только сало по вкусам тех приправ которые мы добавили так теперь в отношении соли есть такое знаете правило соль возьмет именно столько сколько нужно даже если вы пересолите то ничего страшного то есть сало оно будет соленое но вот если вы не до солите вот или сделайте как обычно засаливаете все остальное заготовки то тогда получится что она просто будет не до соли на ну вот это пол литровая банка полторы две ложки столовые опять же тут это не правило тоже как я говорю сало не пересолиться так ничего переходим к салу самому мне нравится сало когда с прослойками до чтобы было сало мясо мясо сало такие прослойки говорят что чтобы добиться данного результата чтобы стал именно было такими прослойками для этого надо после того как хорошо кормили посадить свинью на недельную диету на потом опять хорошее кормление через какое-то время опять диета ну и в таком случае получится что сало да будет именно вот такое с прослойками ну по крайней мере так говорят специалисты люди которые выращивают на свиней уже давно она порой надо свиньи сказать свинья ты сегодня на диете так ну все наверно а этот кусочек я сделаю тоже в рассоле а только в горячим способом то есть один будет способ с холодной водой другой горячий разница получается только в том что горячим способом получается быстрее примерно в два раза то есть это самый быстрый способ засолки сала буквально через день уже можно есть его начинать холодный будет подольше делаться а если просто пересыпать солью еще дольше вот так и получается самое быстрое сало в кипятке далее в холодной воде и потом просто солью без воды но теперь заливаю водой перемешать надо будет еще не забыть еще хотел сказать что вообще знаете все молчат про это никто не говорит в какой температуре держать в комнатной или другой вот смотрите если будем поставим комнатной температуре она сделается да но она может испортиться вы можете открыть сало допустим через три-четыре-пять дней хопаньки а она протухла представьте да неприятное ощущение конечно потом после этого желание отпадется солить лучше всего ставить в холодильник где плюсовая температура там плюс 5 до примерно 5 10 от 0 и там чуть больше или в подпол но нет плюс 30 потому что сало тогда испортится может испортиться да может и нет конечно но лучше не рисковать и ставьте в холодильник она засолится будет вкусно очень кто смотрит мои каналы знаете да что я люблю проводить эксперименты поэтому подписывайтесь на канал всегда найдете что-то интересное и два года назад и я решил провести такой эксперимент пошел в магазин купил кусок сала и когда пришел домой сразу не проверил магазине придя домой я заметил что она душком такой залежавшиеся сало и надо мной на прилавке лежала знаете какое было мне желание это просто выкинуть но я все таки решил его засолить половину части я отрезал засолил способом до сухим до соли и приправами а другой образ соли делал одинаково количество соли приправ одинаково времени когда сало засолилась и я увидел разницу что то которое было пересыпано соли с приправами там все-таки ощущался запах неприятный но чувствовалось это душок вот этот привкус неприятный и такое ощущение было как будто подъемка кто-то нагадил двойной да запах и вкус и шкурка была тверже другой же сало она в рассоле она была вкусная даже такое ощущение было что как будто свежее сало соли и шкурка была мягче прошла неделя я за эту неделю уже съел один кусочек сала уже через день через два как я говорил можно по краям обрезать начинать уже есть но вот когда он уже полностью просолиться ну тут тоже может быть по-разному иногда был у меня через три дня просаливалась полностью иногда был через пять или через неделю но здесь я неделю решил подождать чтобы полностью просолилась быть точно уверен а проверить можно очень просто берешь в середине не отрезаешь кусочек сейчас видно что она полностью просолена потому что когда не она не не до конца просолилась она тут красная и вот этот эту часть отрезаешь маленький кусочек и съедаешь его если уже он не просолился это будет чувствоваться вот этот полностью просолился ну и теперь я вытащу эти куски сала и положу их в морозилку холодильник я тут смотрю у меня желающих на сало много туда катюш ты чё сальто хочешь так что делайте так как вам больше всего нравится с теми приправами которые вы любите и приятного вам аппетита